Добрый день, уважаемые коллеги. Как сегодня уже неоднократно говорилось, грамотная налоговая политика – это одна из важнейших составляющих стимуляции экономического роста. И вот наше правительство думает об этом тоже, и Минфин утвердил основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на ближайшие три года. И я коротко сегодня расскажу о тех мерах, которые планируется внедрить в ближайшие три года для поддержки бизнеса. Если так посмотреть на этот документ, то можно выделить, что ключевое изменение – это реализация маневров подбалансированного снижения прямых налогов на труд предприятия МСП. За счет чего? За счет трех основных факторов. Это повышение эффективности налоговых веков при добыче нефти, повышение ставок МПИ и снижение степени регрессивности в налогообложении и доходах. То есть это та самая программа, по сути, по деавширизации. Также планируется несколько дополнительных мер в поддержку МСП. И сейчас на рассмотрении... Ой, у меня показывает экран. На рассмотрении законопроекта о расширении сфер применения укращенной патентной системы налогообложения, который, в общем-то, должен помочь малому бизнесу быть более устойчивым. Расширение патента для юрлиц, а не только для ИП, как сегодня. Повышение критериев для патента, то есть это с точки зрения численности, с точки зрения увеличения прибыли. Также повышение критерия упрощенного системы налогообложения, снижение ставок, это отдаётся налогу в регионах, до 4% налог на прибыль, и до нуля это для пострадавших от растений, которые пострадали в результате пандемии. Ну и также рассматривается внедрение семейного патента для возможности ведения семейного бизнеса. Если переходить уже непосредственно к стратегической карте ФНС и смотреть более детально, то есть там несколько основных направлений. То есть одно из направлений – это повышение инвестиционной активности. Там можно выделить два направления налоговых и финансовых мер, степенирующих эту самую активность. То есть это введение налогового вычета по акцизам на сырьё, и переход к новому порядку предоставления налоговых льгот инвестиционного характера, которые предусматривают заключение соглашения между получателем этих самых льгот и правительством РФ. Следующее направление, которое прописано, имеет уже ряд мер – это управление по диавширизации. Здесь тоже есть какие-то ключевые моменты, которые должны повлиять, по мнению ФНС, на стимуляцию экономического роста. Это вот пересмотр соглашения об избежании двойного обложения, тем самым, чтобы пресечь уход от уплаты налога по транзитным юрисдикциям. Изменение, введение права плачевать НДФЛ в отношении дохода в виде прибыли КИК в фиксированном размере – это вот уже было реализовано, то есть заплатите 5 миллионов и, в общем-то, больше платить ничего не надо. И достаточно большое количество воспользовались этим предложением, оно уже было. Сокращение возможности уклонения в сфере международного налогообложения. Здесь продолжается развитие концепции фактического права на доход, формирование правил определения статуса постоянного предсказательства и так далее. Приведение законодательства о международном автоматическом обмене информации в соответствии к единому стандарту. И урегулирование вопросов налогообложения цифровой валюты и налогового контроля за ее оборотом. Здесь пока еще достаточно все сырое, но, тем не менее, они двигаются в этом направлении. Далее есть несколько перечень мер налогового администрирования, планируемых в внедрении, которые также ФНС декларирует как основные мест учительения поддержки. Я коротко пройдусь, не буду по ним более детально рассказывать, потому что это отдельная тема для разговора. По сути, можно сказать, что, у меня есть тут два слайда, и все эти меры, они приводят к усилению налогового и финансового контроля бизнеса. То есть это более прозрачная для налоговых органов система контроля, электронный документабол, создание единого реестр населения со всеми биометрическими данными, внедрение системы ЗАГС в ФНС для контроля аффилированности лиц компаний и так далее для поиска в общем-то бенефициаров. Введение института единого налогового счета, пока не очень понятно, как будет работать, то есть все налоги в один котел. Создание аналитической системы налоговой расходы, это, пожалуй, наверное, для физических лиц тоже такой важный пункт, потому что планируется до начисления налогов на доходы по расходам физлиц. То есть это, по сути, борьба с теневыми доходами. Внедрение системы документа оборота, то, что я уже сказала, создание системы контроля за соблюдением валютного законодательства, это планируется также отдать в ведомство ФНС. Внедрение в ВКС, ну, это, в общем-то, считается как удобная, то есть это видеоконференц-связь для общения с налоговой. Сервис утрата близкого человека, то есть планируется также через, условно говоря, госуслуги получать свидетельство о рождении и смерти без каких-то керковых печати и тем самым видеть это тоже в одном формате, в одной базе. Автоматизированное выявление риска, вот интересно, это завышенная стоимость реализации, заниженная стоимость реализации. Планируется внедрение программы, которая будет контролировать ценообразование по товарным потокам. На первом этапе это все, что касается внешнеэкономической деятельности, далее планируется и по товарным потокам, например, России. Также основной такой термин, который тоже фигурирует в этом плане, это прослеживаемость выборных товаров. То есть где-то уже планируется в этом году летом запустить этот сервис, перечень этих контролируемых товаров будет утверждать правительство РФ и по сути будет достаточно легко понять, откуда каждый товар пришел, по какой цене он был закуплен и далее дальше, как он был принят и какие налоги с этого были заплачены. И также новые права добавляются у налоговых органов в соответствии с федеральным законам по закреплению закрытого перечня обстоятельств, при котором декларации считаются непредставленными. На мой взгляд, ФНС заявила этот план как основные меры поддержки для бизнеса. Но у меня оно вызывает двоятое ощущение, потому что с одной стороны нам протягивают руку помощи, с другой стороны усиление вот этих мер налогового контроля и финансового контроля приводит к тому, что бизнес будет вынужден выплачивать гораздо больше, потому что дополнительно будут и штрафные санкции, и какие-то другие посвяные налоги, которые бизнес вынужден платить. Поэтому на нашей задаче, мне кажется, с точки зрения стимулирования инициатив по снижению налогов, вот как-то не допустить данный перекос и не позволить бизнесу, в общем-то, встать на колени. Спасибо.